Искать новых сотрудников в этом месяце пришли почти три десятка работодателей. Представители сферы торговли, промышленные предприятия, охранные агентства и многие другие. В этот раз ярмарка проходила в расширенном формате. Соискателям не просто предлагали места, но и обучали методам поиска работы. Здравствуйте! Сегодня у нас проходит консультация по размещению резюме на портале «Работа в России». Ознакомьтесь, пожалуйста, и проходите в 37-й кабинет. Резюме – это документ, который презентуют кандидата работодателю на рынке труда. Соответственно, мы должны при подготовке отнестись к этому документу как к рекламе. То есть это должно выглядеть либо как реклама, либо как деловое предложение. Мы должны определить первое, что мы предлагаем работодателю, то есть какие позиции должности мы можем занимать, и подтвердить в своем резюме, что мы можем выполнять эту работу. Подтвердить свои навыки можно либо образованием, либо наличием соответствующего опыта. Немаловажно сформулировать и цель поиска работы. Не следует раздувать резюме на три страницы, советуют эксперты. Разделы, не отражающие опыт, знания и навыки, являются дополнительными. При этом то, что может показать соискателю с лучшей стороны, указать все-таки нужно. Главное – тщательно подбирать формулировки. Те качества, которые мы туда прописываем, они должны быть в нас достаточно быстро узнаваемы работодателем. Потому что, например, если мы прописали такое модное качество – коммуникабельность, но его не продемонстрировали на собеседовании, то, соответственно, мы уже написали, по сути, недостоверную информацию. В русском языке очень много синонимов, поэтому можно подобрать такое качество, которое четко соответствует этим двум критериям. Нужно в работе и можно увидеть вас. Умение презентовать себя перед работодателем пригодится посетителям ярмарки уже в ближайшее время. По итогам мероприятия на собеседование записались несколько десятков человек. Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова